Запись. Вроде все, включил. Ну хорошо, итак, мы с вами сегодня продолжим знакомиться с произведением Саади Гаона «Книга верования и мнений». Еще раз подчеркну, почему, собственно говоря, это важно. Конечно, эта книга является в каком-то смысле базовой для еврейской мысли средневековой, потому что Саади, собственно говоря, является лидером поколения. Он совершает переворот в еврейской культуре, который ведет к проникновению в нее культуры арабской, то бишь на самом деле греческой, просто обработанной уже в исламской культуре. И закладывает в каком-то смысле основы такого теологического дискурса, который в средние века, по крайней мере до Маймонида, а может быть и после Маймонида, являлся более-менее основным и который со временем стал считаться, собственно говоря, традиционным иудаизмом. То есть в каком смысле мы можем сказать, что иудаизм меняет свое лицо, он менял его, может быть, постепенно, и были разные тенденции, в том числе в изучении, например, Талмуда, когда Талмуд был завершен, и в появлении авторов, которые писали свои, например, аллахические монографии. То есть рационалистический крен, в общем-то, начиная где-то с VIII века в еврейской культуре существовал, но, тем не менее, можно сказать, что вот это изменение облика или лица еврейской культуры или иудаизма, конечно, несмотря на постепенность, оказалось достаточно резким, но не встретило, как я уже говорил, сопротивления. Это по поводу того, почему мы, собственно говоря, читаем Саадью. Теперь по поводу того, почему мы читаем, в принципе, можно было бы просто рассказать об основных идеях Саадии и на этом как бы закончить. Но изначально вот этот курс был как раз задуман, он поэтому называется «Авторы и их тексты», он был задуман как не только рассказ о еврейской мысли, но и некоторое более глубокое знакомство с ней, в частности, знакомство с текстами. Я уже говорил, собственно говоря, в самом начале этого курса, что, на мой взгляд, не только на мой взгляд, в принципе, история мысли, рассказанная, так сказать, без текстов. По сути дела, в этом есть, конечно, какой-то смысл, и, наверное, можно какую-то себе составить картину, какое-то представление, но на самом деле эта картина всегда будет искаженной и неполной, и неглубокой, и быстро забывающейся, если не знакомиться, собственно говоря, с самими текстами, в которых те или иные идеи выражаются, воплощаются, потому что зачастую стиль, если мы с этим тоже столкнемся, стиль или способ говорения, он оказывается иногда важнее, может быть, чем сами идеи. Сами идеи могут быть похожи или одинаковые даже, на первый взгляд, когда их схематично излагаешь, а приближаясь, так сказать, к текстам, мы можем увидеть, что, на самом деле, они имеют совершенно разную природу. Поэтому мы на этом курсе читаем, и сегодня мы продолжим это делать. Мы начали читать предисловия Саади Гаона к его книге «Верование и мнение». Я сейчас поделюсь с вами экранами, мы продолжим это чтение, но прежде я, наверное, напомню картинку. Это картинка содержания, содержания, собственно говоря, самого этого трактата «Книга «Верование и мнение». Вы видите, что здесь каждая часть тоже названа трактатом, я уже об этом говорил, это вопрос перевода. И мы видим, что все то, что покрашено красным цветом здесь, это не что иное, как некая реинтерпретация подхода к Алама, то есть, или приложение этого подхода к еврейскому материалу. Иногда при этом не очень понятно, еврейский это материал или еврейский это материал, но Саади Гаон, в отличие, например, от тех авторов, о которых мы уже говорили, а именно Даут Аль-Мукамис и Ицхак Исраиле, он пытается все время следить за, так сказать, еврейскостью изложения. Как он это делает? Он пытается приводить стихи Писания, которые иллюстрируют, или должны иллюстрировать, или подтверждают те или иные положения, которые на самом деле являются положениями, разработанными в рамках рационалистической исламской теологии, которая, как я уже тоже говорил, парадигматически наследует отцам церкви, то есть, христианской теологии. И в этих теологических принципах единство Бога, его, так сказать, справедливость, наличие его указаний, необходимость следовать этим указаниям, и правильное поведение человека, все это является универсальным для монотеизма, универсальными вещами, которые, в принципе, объединяют и христианство, и ислам, и теперь иудаизм, который не имел всех этих доктрин. В толматической литературе у нас нет доктрин вообще, нет догматики, то есть, как некого набора верований. И вот это, можно сказать, что это тенденция, хотя Саадига он прямо не формулирует никакие догмы, но, тем не менее, шаг в сторону формирования догматики, можно сказать, что он сделал, поэтому книга, собственно, и называется «Книга верований и мнений». Ну и еще раз прочтем тот абзац, которым он заканчивает свое введение. Он говорит о том, что в каждом трактате, то есть в каждой главе, я начну с того, чем учил нас Господь наш, то есть со стихов Писания, и того умопостигаемого, что подтверждает это. А затем я перейду к изложению взглядов тех, кто не согласен с нами, и о ком у меня дошли сведения. А дальше, значит, он будет с помощью определенной аргументации опровергать альтернативные точки зрения. Значит, это напоминание просто, да, напоминание, мы об этом уже говорили, напоминание о содержании этого трактата. И теперь мы вернемся к самому трактату. Значит, тот, кто хочет этот текст иметь перед собой, в принципе, не только во время нашего чтения, он действительно, вот это введение, оно находится в сборнике, который называется «Онтология средневековой еврейской философии». И этот кусочек, кусочек введения, он был переведен Дмитрием Фырловым, таким профессором Московского университета, рабистом. А есть еще и перевод Хавы Брахик-Корзаковой, который был издан в издательстве «Книжники». И остальные части этого произведения мы будем читать в ее переводе. А введение вот в переводе Фролова, просто потому что я к нему привык и в свое время редактировал, поэтому мне проще работать с этим введением. Здесь нет никаких, так сказать, предпочтений, кроме удобства. Еще раз напомню первые слова, которые, в общем-то, формулируют главную задачу, которую ставит перед собой Саади. Он говорит, что есть ясная истина, и эта ясная истина должна каким-то образом для человека проясниться. Эта ясная истина связана с Богом. И то, что он говорит, что благодаря душе человека, душа человека создана такой Богом, что они благодаря душе правильно усваивают воспринимаемое их чувствами и верно осознают познаваемое. Не все, конечно, а те, кто находится на пути познания. И в принципе на пути познания можно правильно усваивать чувствами и верно осознавать познаваемое. В результате таких людей покинут заблуждение, уйдут сомнения, аргументы станут очевидными, доказательства бесспорны. Зачем нужны доказательства, аргументы и так далее? Мы тоже об этом говорили, я просто повторяю это. Потому что с точки зрения Саади это и есть, собственно говоря, сочетание верования и мнений. Такое мнение может быть верным или неверным. А верование – это на самом деле мера уверенности в том или ином мнении. То есть я могу быть убежден в какой-то истине, могу сомневаться, я могу одолевать сомнения, я могу быть уверен в том, что правильно, а могу быть уверен в том, что неправильно. Так вот Саади хочет с одной стороны прояснить, что правильно, а с другой стороны привести своих читателей к тому, чтобы они в этой правильной истине не сомневались. А чтобы прийти к этому несомненному положению, необходимо пройти путь познания. То есть путь познания ведет, собственно говоря, к тому, что человек приобретет веру. Вы видите, что здесь вот это понятие, понятие веры в данном случае, оно в каком смысле совершенно иное, нежели христианство, предположим. Потому что там вера предшествует. Или, например, как говорил тот же Тертулиан, о котором мы вспоминали, веру, ибо абсурдно. Для Саади это невозможно, так же, как и для многих представителей рационалистической арабской теологии, исламской теологии. Ну, хорошо. И мы прочитали, в общем-то, такой небольшой фрагмент из этого. Сейчас я найду то место, которое у нас я хотел проверить, если вы помните. Хотел проверить перевод этого места. Значит, здесь у нас был такой пассаж относительно того, что Писание уподобляет разбор правильности речей и отбору настоящих монет. Оно говорит, Писание говорит, «Отборное серебро – язык праведный, а сердце нечестивых – ничтожество». И дальше он говорит, что те, кто плохо знают искусство отбора или недостаточно терпеливы, оказываются злодеями, ибо попирают истину. Ну, я хотел здесь проверить. Само слово «злодея» оно очень как бы жесткое. Получается, что, в принципе, человек, который недостаточно усерден в продвижении, в познании истины или в отборе правильности речей и так далее, он оказывается злодей. Я хотел проверить само значение этого слова, потому что, может быть, это вопрос перевода. Здесь действительно, на самом деле, скорее проблема в переводе книги «Притч». Это синодальный перевод, где говорится о языке праведного и сердце нечестивых. На самом деле, там сказано «решаим». Решаим – это действительно злодей. Раша, он противопоставляется праведнику. Садик и Раша. И, собственно говоря, садин на арабский переводит именно это слово. Здесь у нас, по идее, надо было бы употребить то же самое. Если в притчах нечестивых, то, наверное, надо было и здесь сказать, что он оказывается нечестивым. Или, наоборот, в притчах сказать, что злодей, тогда и здесь злодей. Но в общем и целом, почему это важно? Потому что, ну, одно дело назвать нечестивым, в виде коннотации же другая, совсем нечестивый. Это значит, человек, ну, в общем, не совсем старательный, не совсем усердный и так далее. Называть злодеем – вот, совсем другое дело. То есть получается, что человек становится злодеем именно в силу, или, по крайней мере, в том числе, в силу того, что он недостаточно усерден в познании. Можно сказать, что невежа, невежда, точнее, невежда является злодеем. Это очень сильное утверждение, потому что, ну, мало ли, есть в Талмуде такое понятие, как Амгарец, народ земли, то есть люди невежественные, которые, может, не соблюдают даже какие-то заповеди и так далее, но их, в общем, злодеями не называют. А здесь вот такое жесткое определение. Действительно, у Саади оно присутствует. И мы с вами остановились на классификации тех, кто с точки зрения Саади относится в разном отношении к истине и в разном отношении к верованию, то есть к мере уверенности. Вот он говорит, так, мы остановились здесь. Я подчеркну это, вот здесь мы остановились. Значит, среди людей, он говорил там, я напомню о том, что, зачем он вообще пишет этот трактат. Он пишет этот трактат, чтобы снять сомнения и тех, кто сомневается, вот он говорит, высказаться по этому поводу, по этому вопросу, решил, когда увидел, как обстоит дело с верованием и мнениями многих людей. И дальше перечисляет их. Среди них есть тот, кто достиг истины и пребывает в радостном познании. Дальше приводится стих, который рисует такого человека. Мы пропустим. Есть тот, кто достиг истины, но сомневается в ней. И нет в нем ни уверенности, ни твердости. И тоже он приводит стих, который об этом человеке говорит. А есть тот, кто утвердился во лжи и полагает, что это истина. И он цепляется за кривду и отказывается от правды. И у него тоже есть стих. А есть тот, кто придерживается одного учения некоторое время, но оставляет его, найдя в нем дефект. Потом переходит в другое учение, но отвергает его из-за того, что с чем-то в нем не согласен. А затем на время принимает новое учение, но отбрасывает его, усмотрев в нем нечто дурное. И так пребывает всю жизнь в колебаниях. Его можно сравнить с человеком, который отправляется в некий город, но не знает дороги к нему. Он проходит некоторое расстояние по одной дороге, затем усомнившись возвращается, проходит по другой дороге, снова начинает колебаться, опять возвращается и так поступает в 3-4 раз. Давайте мы нарисовал тут картиночку, которая отражает вот эту схему определенную. Кружочком у меня обозначены типы людей. и мы можем рассматривать такую шкалу, где нижняя как бы линия это истинная ложь, а верхняя какая-то перпендикулярная это уровень веры. Ну вот у нас есть синенькие и черненькие, это утвердившиеся. Уровень веры у них велик, то есть максимальный. Извините, извините, пожалуйста, не видно, вы не сделали шееркартинки. Я не делал шееркартинки. Теперь видно, да? Теперь видно, да, спасибо. Вот, значит, у меня горизонталь нижняя это шкала, так сказать, лжи и истины, а верхняя вертикаль это уровень веры. И вот у нас синенькие и черненькие, это максимальный уровень веры, но один из них утвердился в истине, а другой утвердился во лжи, полагая, что это истина. Есть у нас и зелененькие, зелененькие, он находится, его уровень веры или уверенности, можно было бы и так перевести, да, уверенностью невелик, или может иногда даже стремиться к нулю. Можно его, наверное, перемещать, может быть, куда-то чуть выше, чуть ниже. Он вроде бы находится у истины, но совершенно в ней не уверен. И, наконец, желтенький, это тот, кто колеблется, да, у него уровень веры такой, то сякой, и между ложью и истиной он тоже колеблется, то есть он самый подвижный. В принципе, можно было бы сказать, что Саадия для вот этих желтеньких и пишет свое произведение, да, разубедить того, кто утвердился во лжи, может быть, достаточно сложно. Ну, для зелененьких, конечно, тоже. Зелененького нужно поднять, да, то есть превратить зелененького в синенького. А вот желтеньким нужно, как бы, наверное, самая сложная работа, потому что он является таким колеблющимся. Вот этот самый колеблющийся у нас созвучен будет, да, с произведением Маймонида, которое говорит, да, пишет путеводитель растерянных. Здесь не тот же самый термин употреблен, но, тем не менее, есть вот такого рода как бы аналогия, да, это человек, который всю жизнь находится в колебании. и для Саади этот человек является ну, своего рода может быть основной силой приложения, к нему он обращается и маркирует его как субъекта, в общем-то, отрицательный. Я про это говорю, потому что мы затем будем говорить о том, каким образом похожий субъект фигурирует в произведении Маймонида путеводитель растерянных. Является ли он там отрицательным или нет, но это я просто закидываю удочки на будущее. Ну, хорошо, продолжим. Это было, надо не забывать делиться экраном. И дальше он говорит следующее. Когда я вдумался в эти начала и в дурные ответвления, я вот здесь читаю, сердце моё было уязвлено болью за мой народ, род наделённых речью, душа была потрясена состраданием к нашему народу, к сынам Израиля. Ведь я увидел, что в наше время велико число верующих, вера которых нечиста, а мнение неправильное. Видите, вера нечиста имеется в виду, что она не достигает максимального уровня, а мнение неправильное в том смысле, что не придерживаются лжи или истины. Великое число неспровергателей веры, хвастающихся своим нечестием и чернящих ревнителей истины. Хотя они сами заблуждаются. То есть, вот этот чёрненький, которого я нарисовал, который утвердился во лжи, он своего рода оппонент в сайте. Это те, кто пытаются, собственно говоря, пропагандировать нечто, что истинно не является и ведут войну, собственно говоря, за вот этого жёлтенького. Жёлтенький, колеблющийся, на него может воздействовать либо тот, кто утвердился в истине, либо тот, кто утвердился во лжи, потому что сам он является колеблющим. Колеблющимся. И нет ныряльщика, который поднял бы их из глубин, ни пловца, который взял бы их за руку и вытащил. Вот на роль этого ныряльщика и этого пловца я увидел так же людей, которые утонули в море сомнений, которых захлестнули волны неуверенности и нет ныряльщика. И вот он ныряльщик. Меня же Господь мой научил тому, что я мог бы сделаться им опорой и наделил меня тем, что я мог бы предложить им в помощь. И я пришёл к выводу, что спасти их мой долг, вразумить их моя обязанность. Ну и дальше он приводит соответствующий стих. Дальше есть такое отступление. Я подчёркиваю как бы ту строчку, которую я читаю. Я признаю, что моя учёность вовсе не полна. Сознаюсь, что моё знание далеко от совершенства. Я ничуть не учёный, а моих современник. Но по мере моих способностей и достижений моего ума, как сказал праведник, мне тайность открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То есть, на самом деле, он, приводя этот стих, как бы скромничает и говорит о том, что я не потому, что я такой есть учёный, а потому, что я, ну, в каком смысле являюсь избранником, да, то есть, или посланцем. у меня есть такая миссия, эта миссия у меня, как бы, вложена свыше. И я прошу у него, то есть, у Господа, чтобы он обеспечил мне успех и даровал то, что он знает, является моим устремлением и целью моих усилий. И дальше тоже удивительные слова. Я заклинаю Богом, творцом всего, любого учёного, который познакомится с этой книгой, чтобы он, если увидит в ней дефект, исправил бы его, а если встретит тёмное выражение, заменил бы его на лучшее. И пусть не остановит его не то, что книга, не его, не то, что я опередил его и разъяснил то, что было неясно. Ведь учёные нежно заботятся о мудрости и относятся к ней с симпатией, которая бывает между родственниками. Запомним вот эти пассажи, да, то есть, с одной стороны, некая скромность и признание своей неполной, так сказать, информированности или неполной учёности, недостаточной учёности, некоторая недостаточность учёности, которая восполняется той миссией, которую он выполняет. А с другой стороны, это полный как бы экзотеризм. Я специально употребляю этот термин, потому что, опять же, эти два пассажа, они будут резко контрастировать с тем, что будет писать Маймонит путеводитель растерянных. И мы запомним, как заклинает своего читателя Саади, потом сравним это с тем, как это делает Маймонит. Саади говорит о том, что книга это собственное выражение некой мудрости. И если я не смог там как-то ясно её выразить, то можно исправить, можно поправить дефекты, тёмные выражения заменить на лучшие и так далее. И я только это приветствую. То есть в этом смысле эта книга открыта. Поэтому я назвал это экзотеризм. Эта книга открыта. У меня нет никаких тайн, нет никаких загадок. Наоборот, он пытается ясным образом изложить то, что знает или то, что Бог, как он говорит, вложит в меня. Поскольку я выполняю вот эту миссию, миссию, которая должна снять сомнения. То есть привести с одной стороны раскрыть истину, с другой стороны её доказать, чтобы была вера. То есть вера является следствием доказанности. Ну, хорошо, сейчас мы здесь, да, и во имя Всевышнего прошу ещё, чтобы любой искатель знания, который заглянет в мою книгу, прочёл бы её непредвзято, преследует ту же цель, что и я. Чтобы он отказался от фанатизма, поспешности и придирчивости. И тогда он извлечёт из неё наибольшую пользу и получит максимальную выгоду благодаря силе и мощи того, кто учит нас полезному для нас. Пропускаю абзац. В результате исправится как внутренняя сущность людей, так и внешнее поведение. Очистятся и их молитвы, ибо в их сердцах будет нечто, удерживающее их от греха и побуждающего к правильным действиям. Верования людей выправят их взаимоотношения, меньше станут они соперничать друг с другом в земных делах, все вместе обратятся к источнику мудрости, не отвлекаясь ни на что другое, их уделом станут спасение, милость и блаженство. То есть путь к спасению лежит как раз в том, чтобы исправить мнение. Здесь как раз один из моментов, который иногда путается в переводах, в разных переводах. То есть что мы, собственно говоря, исправляем, что исправляет царь, он исправляет мнение или он исправляет верование. На русском языке здесь как бы можно и так, и так, что значит выправить мнение, верование. Как мы видели по схеме, которую я нарисовал, верование бывает какое, либо ты уверен, либо ты не уверен. Вот что такое верование. его нужно отличать от мнения. А мнение это что? Умнение это то, что я думаю по поводу того или иного явления. Поэтому исправлять как раз нужно вроде бы мнение, а верование нужно что? Укреплять. То есть с одной стороны снимать верование в то, что не является истиной, и укреплять верование в то, что истиной является. Но то, что является истиной или то, что является ложью, является на самом деле это характеризуется мнением, а не верованием. Ну и дальше все это настанет. То есть вот он видит, собственно говоря, что благодаря его книге или благодаря тому пути, который он предполагает, а путь этот, путь познания, по сути дела, то есть нам необходимо заняться познанием для того, чтобы исправить мнение и утвердить верование, снять сомнения. И тогда растают сомнения, исчезнут заблуждения и распространится ведение Бога и знание закона о его мире. Как вода заполняет морские пределы. Ну дальше он приводит стих. Другими словами мы видим, вы помните, да, наверное, мы говорили о Филоне Александрийском, который говорит о том, что Моисей предпослал изложению закона в каком-то смысле структуру космоса, структуру мироздания. Почему? Потому что на самом деле закон, закон, который действует в социуме, закон, который должен исполнять человек. Этот закон созвучен тому, тем законам, по которым устроен космос или мироздание. И поэтому этот закон является законом божественным, а не каким-то другим. Потому что есть законы, которые люди изобрели или придумали какие-то сказки ради своих целей и так далее. А Моисеев закон, как говорил Филон, он божественен именно потому что отражает закон природы. Что говорит Сааде? Сааде говорит о том, что путь познания ведет к познанию Бога и знания его законов. То есть в каком-то смысле это похожая мысль. Но у Сааде его книга направлена на то, что сейчас мы разъясним, как все устроено и тогда станет все совершенно прозрачно и ясно. Вот насчет того, как все устроено, это, конечно, вопрос, является ли эта книга исследованием мироздания, то есть книгой философской, или же ее цель состоит в том, чтобы с помощью той или иной картины на самом деле утвердиться в законах, которые выражены в данном случае, в случае Сааде или в случае иудаизма, выражены в Торе и, надо так сказать, и в устной Торе тоже, то есть и в талмудической традиции. Хотя мудрецы Талмуда вроде бы пока у нас нет такой идеи, что они занимались философией, скорее нет, наоборот, они философией не занимались. Ну, вы видите, что созвучие здесь, безусловно, есть. Третий раздел, то есть что во втором, ну, первый мы видели, первый, это, собственно говоря, краткая формулировка того, что он собирается делать, второй, зачем он собирается это делать, да, и третий, сейчас мы увидим, о чем он. Возможно, кто-то задумается над тем, зачем создатель или иконы славен оставил эти заблуждения и сомнения своим созданием. На этот вопрос мы сейчас дадим ответ. То есть коль скоро у нас есть вот это метание, у нас есть эти колеблющиеся, эти желтенькие, которые не могут отличить истинные лжи, или у них не вполне хорошо с уверенностью в тех вещах, которые являются истинными. Почему? Почему эти заблуждения и сомнения присутствуют? И он дает ответ. Мы утверждаем, что сам факт, что люди сотворены, делает иллюзии и заблуждения неизбежными для них. Сотворенность человека является в каком-то смысле имманентной вот этим им, их иллюзиям и заблуждениям. Ведь по плану творения они для совершения любого действия нуждаются в определенном времени, в течение которого они шаг за шагом осуществляют это действие полностью. Значит, и познание есть одно из действий, неизбежно нуждается в том же. И первое, с чего начинается знание людей, это сбивчивые, путанные, неясные представления. Однако, благодаря силе интеллекта, которая им присуща, люди в течение некоторого времени совершенствуют и очищают представления, пока не отстанут от них заблуждения и не предстанет их чистая суть, в которой нет ничего сомнительного. То есть, Сааде говорит, что сотворенные существа, они с самого начала, то есть, они изначально так создан мир, мир создан несовершенным, то есть, все сотворенное является несовершенным в каком смысле? В том смысле, что всему сотворенному присущ элемент развития, движения. И любое действие, он здесь приводит пример, любое действие нуждается в определенном времени для его осуществления. Здесь подспудно может быть присутствует такое понятие аристотелевской философии, как интеллект или становление. В Аристотеле любая сущность, она от своего потенциального состояния движется к актуальному. Самый классический пример и распространенный это зерно, цветочка или дерево. То есть, зерно является чем? Потенциально это дерево или цветок. Но только потенциально, пока оно может реализовать свою сущность или не реализовать свою сущность. И вот этот процесс развития, он и есть, собственно говоря, реализация. Возможно, что здесь есть отголосок подобного рода идеи, идеи аристотельской. Но дело в том, что Сааде Гавон, судя по этому его произведению, точно не читал Аристотеля не естественно в оригинале, может его вообще мало кто читал из современников Сааде, но он не читал его и в переводах или в комментариях школы аристотеликов. Потому что сама школа аристотеликов еще в общем на время жизни Сааде еще не была сформирована. То есть мы можем говорить об Альфарабе как одном из первых аристотеликов арабских. Некоторые считают, что Алькинди, о котором мы говорили, Алькинди действительно мог читать Сааде, но Алькинди, напоминаю, он также, как и Исраиль является скорее представителем такой вот эклектичной натурфилософии, где нет строгой последовательности, строгого следования той или иной школе. В этом смысле Альфарабе, который жил чуть позднее, чем Сааде, там примерно он младше Сааде, там лет на 30, он в общем был уже последователь аристотеликом, который работал как раз с корпусом текстов Аристотеля в переводах. И могли ли идеи Аристотеля тестить Сааде? Да, могли, конечно, могли, потому что вот эта натурфилософия включала в себя в том числе идеи Аристотеля, просто не выраженные как система. Поэтому здесь может быть вот эта идея присутствует. Ну и дальше он говорит, любое из человеческих искусств, например, земледелие, строительство, качество и так далее, состоит из ряда этапов, если люди прекратят работу, прежде чем завершать все необходимое. Дело никогда не будет сделано полностью, доделать его может только тот, кто до конца упорен в работе. Точно так же в искусстве познания необходимо начать с самого начала и двигаться от одной стадии к другой, пока не дойдешь до конца. Например, в самом начале может быть, скажем, 10 заблуждений, на втором этапе их останется 9, на третьем этапе 8 и так далее. И чем больше человек будет размышлять и исследовать, тем меньше будет оставаться заблуждений, пока в конце концов единый объект его познания не предстанет в чистом виде, не останется сам по себе без примеси заблуждений или сомнений. Видите, опять заблуждения и сомнения это что? Это, собственно говоря, характеристики верования и мнения. Верование здесь какое? Сомнение. То есть в плане верования у меня сомнение, а в плане мнений у меня что? Заблуждение. То есть мнение может быть правильным или может быть заблуждением, а вера может быть либо полной, либо неполной, тогда у меня сомнение. Для пояснения приведем пример человека, который ищет доказательства, с помощью которого он мог бы прийти к правильному суждению. Мы знаем, что доказательства это высказывание, а высказывание это вид звука, а звуки многообразны. И когда исследователь приступает к появлению искомого, он имеет дело со звуками неразборчивыми и неясными. Он начинает сортировать их и в первую очередь отбрасывает звуки, производимые столкновением тел. Например, падение камня на камень или раскалыванием какого-то тела или звуки грома, крушения и тому подобного. Вот сейчас мы вступаем в какое-то очень странное странное рассуждение Саади, который начинает прояснение того, каким образом двигается познание. Он начинает с чего? Он начинает с прояснения речи. Речи как таковой. То есть очень издалека. на самом деле в принципе давайте сейчас я одну минуту постановлюсь продемонстрирую другой экран. На самом деле у нас в античности вы, наверное, это тоже знаете, это общеизвестная вещь, да, то есть есть классификация наук. Есть тривиум некий и квадривиум. Тривиум состоит из грамматики, диалектики и риторики. Грамматика мы видим, да, грамматика это тоже относится к речи как раз, да, по крайней мере к языку. Дальше есть диалектика, которая иногда в общем ассоциирует с логикой в целом. Есть риторика, которая является искусством, собственно говоря, речи. Поэтому все эти три, весь тривиум, он, собственно говоря, связан в каком-то смысле, да, он связан со словом, с говорением, с речью. А дальше над ним возвышается квадривиум, то есть, собственно говоря, те предметы, которые касаются изучения мира. Арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Это, по сути дела, это определенным этапом называлось семью свободными наук. и поэтому то, что Саадия начинает с языка, с речи, в этом как бы нет ничего удивительного. Но удивительным является то, каким образом он говорит об этом. То есть, он начинает со странной вещи, он говорит о том, что, вообще-то говоря, речь – это звук. Но прежде, чем дойти до речи, мне нужно отделить, то есть, вычленить этот самый из всех звуков, вычленить то, что является речью. Здесь по ходу дела вопрос, чьи произведения сложнее для понимания Саадии и Маймонида. Однозначно Маймонида. Не знаю, почему вы сейчас об этом спрашиваете, решили, как бы, может быть, если сложное, подождать до Маймонида или как. Ну, хорошо, вернемся к тексту Саадии. Итак, он начинает с языка, точнее, со звука. Это, с одной стороны, вроде бы, лежит в традиции, а с другой стороны, является удивительным, потому что вот такое отбрасывание, как он сейчас дальше говорит, и так, неразборчивые, неясные звуки. Отбрасываются, те звуки, которые являются звуками грома, падения камня и так далее. Ведь он знает, что из этих разновидностей звука он не может извлечь никакого доказательства. На втором этапе он доходит до звуков, производимых живыми существами. Ибо именно среди них он может надеяться найти нужное доказательство. И странно, что он сразу связывает эти звуки с доказательством, да, при чем это доказательство. Затем он отбрасывает из них звуки всех живых существ, не наделенных даром речи. Такие как ржание, ослины рев, мечание и тому подобное. На третьем этапе он доходит до звуков, производимых только людьми, ибо в их разновидности все знание. И затем он отбрасывает из них естественные звуки, например, звук А и тому подобное, которых нет смысла. И, наконец, на четвертом этапе он доходит до осмысленного звука человека, в котором 22 знака. Здесь еврейский алфавит как бы играет какую-то роль, да. А затем отбрасывает из них единичные знаки, поскольку любой знак произнесенный отдельно не имеет никакого смысла. Как, если ты произнесел Алиф, Бет, Гимм, Дали, Тай. На пятом этапе он доходит до составных знаков, которые становятся именами. Ну, вот, наконец, на пятом этапе он пришел к именам, каждый из которых состоит из двух знаков или из трех или из более. И затем он отбрасывает из них всякое единичное имя, произнесенное отдельно, как, например, небо, звезда, человек. Ибо не в природе любого из этих имен, употребленного отдельно, обозначать более того, что им названо. Вот этот длинноватый как бы путь Саадьи, он, вообще-то говоря, в философской традиции чаще всего, конечно, начинается как раз с имен. Сейчас мы опять я остановлюсь на некоторое время, продемонстрирую другой экран. Вот. Вот что пишет в своем трактате о слове классификации наук Альфараби, как я уже сказал, в таком смысле современник Саади, но аристотелик. Он говорит так, книги этой мы стремились перечислить известные науки одну за другой и объяснить все, что представляет каждая из них в целом, а также части каждой науки и содержания каждой из частей. И мы разбили книгу на пять разделов. Раздел первый наука о языке и ее подразделы. Видите, и у Альфараби с Тателлика сначала речь идет о языке. Раздел второй логика и ее подразделы. Вот эти первые пять этапов, о которых говорит Саади, они, конечно, не относятся к тому, что Альфараби называет наукой о языке. Дальше Саади тоже перейдет к логике. Давайте посмотрим, как Альфараби классифицирует язык. Вот наука о языке. Наука о языке в целом состоит из двух частей. Первая из них запоминание слов за свидетельствами у какого-либо народа и знание того, что каждый из них означает. Альфараби не начинает со звуков, Альфараби начинает с имен, со слов. И дальше, конечно, есть соединение слов, дальше есть суждение. И вот он говорит здесь наука о языке у каждого народа имеет семь крупных подразделов. Наука о простых словах, наука о словосочетании, наука о законах простых слов и наука о законах словосочетаний, законы письма и правила стихосложения. Поэзию это один из любопытных моментов истории мысли. Дело в том, что арабские аристотелики включили в Арганон Аристотеля. Арганон Аристотеля это, собственно говоря, его логические произведения, первые из которых называется категории. и это первое произведение как раз посвящено языку, именам в каком-то смысле, название категории, об этом как раз говорили. Дальше есть аналитика, есть топика, включающая софистику, аналитика включает в себя диалектику, мы об этом чуть подробнее будем говорить дальше. Но вы видите, что несмотря на наличие тоже семи подразделов, семи этапов, можно так сказать, это совершенно отличная схема, отличная иерархия по сравнению с тем, что пишет Саади. Так вот, то, что я хотел сказать, что помимо вот этого корпуса, который называется арганон, арабские аристотелики включили в этот арганон и риторику, и поэтику Аристотеля, то есть поэтика Аристотеля рассматривалась как то, что относится к логике или к науке о языке. Ну, и у этого есть свои следствия, о которых, может быть, мы тоже со временем поговорим. Ну, хорошо, мы увидели отличия, увидели отличия Христотелика Альфа-Раби от Саади. Здесь вот есть замечание, как будто он говорит о первом человеке Адаме, начинающего с простых звуков и продвигающимся дальше. Ну, может быть, да, но у нас нет описания того, что Адам именно таким образом его язык формировался. У нас есть Танах нам дает какую-то очень краткую по этому поводу сентенцию, что человек давал имена. А как как он давал имена, различал он звуки, не различал он звуки. Для Саади тем не менее получается, что, да, вот это процесс, так сказать, отсеивания ненужного ненужного звука, да, то есть он как бы описывает то, как мы доходим до речи. Есть множество звуков, речь от этого множества отличается, и он описывает процесс, как процесс, который проходит человек, хотя на самом деле, в общем, с точки зрения такой простой интуиции, вроде бы это не так, да, то есть не то, что мы начинаем там что-то отсеивать и так далее, а просто сразу уже работаем с именами, ну, собственно, как это, как об этом говорит Альфарабий или тот же Аристотель. Ну, на пятом этапе до составных знаков он дошел и пришел в обкиминам, и это уже совпадает более-менее с тем, что мы видим у Аристотеликов. На шестом этапе он доходит до связанного высказывания, как, например, звезда светит, человек пишет, то есть некое высказывание. На седьмом этапе он доходит до утверждений, например, высказыванием «Солнце встало, дождь прошел» и тому подобное. То есть теперь из высказываний связанных выделяется группа утверждений. Есть высказывание, которое ничего не утверждает, есть высказывание, которое утверждает что-то. И это как раз в точности совпадает с подходом, которым мы видим у Аристотеля и у Аристотеликов. Затем он узнает, что утверждения подразделяются на три разряда. Необходимые, невозможные и вероятные. Необходимый огонь горячий, невозможный огонь холоден и вероятные рувим, рувен в Багдаде. Затем он отставляет в сторону два разряда, необходимые и невозможные. И на восьмом этапе он доходит до вероятного утверждения и исследует его на предмет, верно ли то, что утверждается в нем или нет. То есть работает с вероятными утверждениями. На девятом этапе он подвергает данный вопрос доказательному анализу, начиная либо с необходимой посылки, из которой выводится с помощью некоторых методов, которые мы разъясним ниже, необходимость данного следствия, либо с невозможной посылки, из которой выводят невозможность того вопроса, о котором он выносит суждение. То есть, по сути дела, работа ведется с вероятными высказываниями, и эти вероятные высказывания, они либо становятся необходимыми, доказывается их необходимость, либо доказывается их невозможность. Здесь тоже есть некое упрощение, что ли, по сравнению с тем, что мы видим у того же Аристотеля и у Аристотеликов. Дело в том, что давайте я еще раз поделюсь теперь другим экраном. Вот, собственно говоря, этапы, которые перечисляет сайт. Все, что я здесь закрасил голубым цветом, это источник как бы вот этой идеи СААДи сортировки звуков и постепенный приход к тому, что является осмысленными звуками, мне неизвестен источник. Хотя это было бы, конечно, любопытно выяснить, из какого источника СААДи черпает эту идею, или, может быть, она является его оригинальной идеей, мне, по крайней мере, неизвестно, откуда она это берет. А вот дальнейшее это своего рода некая обработка, обработка того, что мы видим действительно в логической картине, которую нам рисует Аристотель и Аристотель и Аристотель и Аристотель вероятностные высказывания, вероятные, как он называет, они на самом деле представляют из себя отдельную группу, которая не сводится к необходимым и невозможным. На основе вероятных высказываний у Аристотеля формируется такой предмет, как диалектика. Диалектика и есть, собственно говоря, вероятные высказывания, которые так и остаются вероятными. Есть искусство, определенные силагизмы, которые можно устроить, которые приводят нас как раз к вероятным высказываниям, а есть в том числе искусство, которое приводит нас к необходимым высказываниям. Эти необходимые высказывания Аристотель называет аподиктикой. Аподиктически доказанные высказывания, они являются высказываниями необходимыми. У Саади получается следующее, что работа с этими вероятными утверждениями. То есть есть необходимые, которые очевидны. Их, как бы он говорит, мы откажем, все нормально с ними. Есть невозможные, которые тоже очевидны, и мы их тоже как бы отставляем. А вот вероятные мы начинаем с ними работать. Есть процесс доказательства, и мы их превращаем либо в необходимые утверждения, либо в невозможные. И берем необходимые. Так это видит Сааде. А у Аристотеля это просто разные, так сказать, сферы, что ли, логики. Ну и у арабских аистотеликов, как я сказал, которые включают в том числе и поэтику в логический органом. У них есть поэтические высказывания, которые они характеризуют как изначально ложные, которые основаны на ложных посылках. Есть тоже силогические, логизмы поэтические, эти силогизмы поэтические, отнюдь и правила вывода, которые не являются истинными ни с какой стороны. Искусство поэзии – это искусство лжи в каком-то смысле. В арабских аристотеликах, ни в коем случае не пытайтесь сейчас обобщить это и сказать, что искусство поэзии – искусство лжи. Но в арабских аристотелликах, причем именно в плане рассмотрения цельного искусства построения речи, потому что логика – это и есть искусство построения речи. И вот есть речи разного рода. Есть речь софистическая, которая пользуется тоже необязательно необходимыми посылками. Там могут быть и невозможные посылки, но которые приводят к тому, что я убеждаю собеседника. Есть риторическая речь, тоже связанная с произведением впечатления определенного. Есть аподектическая речь, которая доказывает что-то. Есть поэтическая речь, которая вообще ничего не доказывает, а как бы базируется на лжи. Это не сам Аристотель, это аристотелик. Вот эти риторика и поэтика включаются именно аристотеликами в корпус органона, а не самим Аристотелем. Ну хорошо, это у нас было такое отступление, и мы возвращаемся к тексту самого Цааде. Итак, он нам объяснил вот эти самые этапы, которые в итоге приводят к тому, что мы значит из вероятных суждений получаем целое множество необходимых есть очевидно необходимые, а есть неочевидные. И вот если это не очевидно, то мы должны проделать определенного рода анализ для того, чтобы к ним прийти. Когда же все это исключено, остается то единственное, чего он доходит на десятом этапе. Оно теперь предстает перед ним в чистом виде, без всяких примесей, и он выбрасывает из своего ума все предыдущие подразделения, которые делали его объект неясным и запутанным, пока он не начал исследовать их и не отбросил одно за другим. Вот процесс познания, который рисует нам Саадик. А он процесс познания, или точнее процесс доказательства или выделения необходимых, то есть здесь как раз тоже можно было бы видимо использовать термин аподектических высказаний. Таким образом ясно, что рассуждающий начинает с многих спутанных предметов, которые он сортирует, оставляя 9 из 10, затем 8 из 9, затем 7, ну и так далее. Если же он прекратит рассуждать, остановившись на 5-м или на 4-м или на каком-то ином этапе, то число устраненных неясностей будет по мере этапов, которые позади него, а число тех, которые ему предстоит устранить, будет по мере этапов, которые еще перед ним. Если он сохранит то, до чего дошел, можно надеяться, что он вернется к этому месту и доведет рассуждение до конца. Если же он не сохранит достигнутого, ему придется начать рассуждение с самого начала. По этой причине многие люди заблудились, так и не достигнув мудрости. Одни потому, что не знали дороги, ведущие к ней, а другие потому, что хотя и начали идти по дороге, но не прошли ее всю и от того погибли. Ну и дальше он приводит цитаты, которые это подтверждают. Как я уже сказал, это отдельное, я пропускаю их не потому, что они неинтересны, это интересно, это просто отдельная тема, тема использования Саади этих самых цитат, тем более, что он говорит, что они по сути дела, как бы, тем самым он говорит, в Писании уже все сказано, но это требует отдельного просто как бы отдельных усилий для того, чтобы понять, каким образом Саади действует в данном случае, мы это пока опускаем. Потому, что я буду говорить о подходе Саади к интерпретации Писания, это очень важный момент, который на самом деле меняет облик уже не теологической философской мысли, а облик подхода самой традиции интерпретации Писания, которая очень сильно отличается от таламудической, и мы этому посвятим тоже как бы отдельные, если не занятия, по крайней мере, части. Так пусть же раздраженный невежда не возлагает свои ошибки на Творца Великой Славиной, говоря, что он вложил в него сомнения, ни от сомнения не творец сложил, напротив, это его невежество или его досада вергли его в эти сомнения, как мы уже объясняли. Более того, единый акт с его стороны никак не может разом устранить все заблуждения, ведь это будет не соответствовать плану, определенному для творения. Творения созданы как раз для того, чтобы двигаться поэтапно развиваться, человек это творение. Тот же, кто не говорит так и не возлагает свои ошибки на Господа своего, но желает, чтобы Бог научил его знания, не сопряженному с каким-либо заблуждением, на самом деле просит, чтобы Господь сделал его подобным самому себе, ведь тот, кто знает без всякого основания, это Творец, Творец всего, а мы нет, нам нужны основания. Человек это такое творение, которое по Божественному плану приходит к истине, проясняет картину мира, скажем так, с помощью последовательности тех действий, которые нам Саадия писал. Все же остальные создания могут знать только на каком-то основании, то есть после рассмотрения, рассуждения, то есть люди, в отличие от Бога, которые, как мы уже показали, требуют времени, и с самого первого мгновения этого отрезка времени до самого последнего им свойственны заблуждения, как мы объясняли. Ну и дальше он говорит, что заслуживают хвалы те, кто ведет этим путем. Четвертый раздел введения. Закончив изложение от того, что мы собирались сказать о преодолении сомнений и заблуждений, мы должны разъяснить, что такое мнение. Вот теперь он переходит как бы мнению. Это было посвящено тому, как снимаются заблуждения, а теперь он говорит про мнение. Мы утверждаем, что это понятие, которое возникает в душе о любой вещи, которая познается в том виде, как она есть. это тоже определение вполне в духе аристотельской философии. То есть, по сути дела, у нас есть, оно звучит в определенном смысле и для нового времени достаточно актуально. То есть, что такое, что у меня есть внешний мир, есть вещи, которые познаются, и если я познаю их такими, какие они есть, то это и есть возникший в моей душе образ этой вещи. Дальше он говорит, когда масло исследования добыто, усвоено, воспринято разумно, затем получено и переварено душой, тогда человек убеждается в понятии, до которого дошел. После этого человек хранит его в своей душе для будущего случая или случая. То есть, после того, как исследование совершено, у нас соответствующий образ этой вещи оказывается чистым, прозрачным, незамутненным, и все замечательно, мы можем его хранить. И дальше он говорит, мнение бывает двух сортов, истина и ложь, но мы это, на самом деле, поняли еще по той схеме. То есть, по сути дела, мнение действительно лежит на вот этой горизонтальной, как я в моем рисунке, горизонтальной оси, истинная ложь. Истинное мнение это убеждение в том, что вещь такая, какая она есть, что много это много, мало это мало, черное, черное, белое, белое, что существует, существующее, а несуществующее не существует. А ложное мнение это убеждение, что вещь совсем не такая, какая она есть, что много это мало, мало это много, белое, черное, черное, белое, существующее не существует, несуществующее существует. «Достоин похвалы тот мудрец, кто в основание кладет истинную суть вещей и из нее выводит свои мнения. В силу своей мудрости он доверяет тому, чему следует доверять, и остерегается того, чего следует остерегаться. И достоин порицания тот невежда, кто делает основанием собственное мнение и полагает, что истинная суть вещей следует его мнению». То есть мнение, вы видите, очень важное изначальное определение мнения, оно основано, должно быть основано на соотнесении с внешним миром. Я могу не соотноситься с внешним миром, не изучать его, не, как он говорит, взбивать масло исследования, и тогда, собственно говоря, мое мнение будет ложным. Это будет ложное мнение. Необходимость такого изучения для, еще раз подчеркну это, для талмадической культуры, например, она является как бы совершенно несвойственной, нет никакой необходимости изучать какие-то внешние вещи и так далее. Это чисто философский, как бы, ход. Философ – это тот, кто изучает вот эти самые внешние вещи и составляет о них определенное мнение. Но с точки зрения Саади это становится в каком-то смысле религиозным долгом, да, то есть это то, что необходимо делать. В дополнение к этому утверждению я должен упомянуть свое удивление теми людьми, которые, хотя и являются рабами, полагают, что у них нет господина, и стоят на том, что отвергаемое ими не существует, а утверждаемое ими существует. Такие люди напрочь увязли в пучине невежества и достигли предела гибели. Видите, он иллюстрирует невежество теми, кто отрицает существование Бога, да, то есть здесь рабы, в каком смысле, они являются рабами Бога, но не признают его, не признают его на основе чего? На основе своего собственного мнения, да, они считают, что то, что они считают существующим, существует, и наоборот. А для Саади это лежит, собственно говоря, получается, что и доказательство существования Бога лежит в той же самой сфере, что и исследование любых других вещей, да, то есть я у какой-то вещи сужу, исследуя ее и понимая, что оно такое, соотнося и строя образ в своей душе, который этому соответствует, то же самое должно происходить и с Богом. А те, кто, значит, основывается не на исследовании, а на своих, неизвестно откуда взявшихся мнениях, они достигли предела гибели. Ибо если они правы, то пусть тот из них, у кого нет денег, придет к мнению, что его сундуки-ларцы полны денег, и посмотрит, принесет ли это ему выгоду. Или пусть тот, кому 40 лет, придет к мнению, что ему 70, и проверит, добавит ли это ему уважение или нет, посмотрим. Или пусть голодный придет к мнению, что он сыт, или испытывающий жажду придет к мнению, что он утолил ее, или голый придет к мнению, что он одет, и посмотрит, что из этого выйдет. Вы видите, что Саадия, что он приводит какие-то такие, ну, совсем уж очевидные примеры, да, он говорит, что на самом деле постижение существования Бога, например, да, что мы являемся его рабами, сотворенными. На самом деле лежит, в общем-то, однопорядковая вещь с тем, что человек приходит к мнению, да, что он, ну, голый – это голый, а голодный – это голодный, да, а раб Божий – это раб Божий. В каком смысле это как бы лежит в одной сфере для Асании. Или пусть тот из них, у кого есть заклятый враг, придет к мнению, что его враг умер или исчез и перестанет остерегаться. Как же быстро постигнет его то, чего он уже не боится. Ведь это чистое невежество, когда люди полагают, что если они не считают Господа всегласным, то тем самым освобождаются от его повелений и запрета. Ну, дальше он приводит пример. Вот есть некоторые индийцы, которые научились терпеливо переносить огонь, но он все равно жрет их, когда они к нему прикасаются. Есть и такие молодцы-притворщики, которые научились терпеливо сносить удары палки и кнута, но те все равно причиняют им боль каждый раз, когда их бьют. То же самое или еще большее постигает те, кто дерзает противостоять Творцу всего, ведь несмотря на их невежество, они не могут избежать того, что его мудрость установила для них. Если у вас есть вопросы, например, по ходу чтения, я как-то что-то читаю, читаю сам. У нас есть два типа наших разговоров. Есть лекционная часть, где я что-то такое рассказываю. Есть чтение. Во время чтения я всячески поощряю вас, рекомендую прерывать меня, если что-то, если возникли вопросы или какие-то дополнения и так далее. Вы совершенно спокойно можете вмешаться, спросить. Во время лекционной части лучше подождать, когда я закончу, и тогда задавать вопросы. А вот во время чтения вполне это может быть разница между лекцией и семинаром, собственно говоря. Вопросы по поводу понимания прочитанного или вообще вопросы можно задать прочитанного? Можно вообще вопросы, не обязательно по поводу прочитанного. Вот у меня такой вопрос. Есть ли какая-нибудь критика, потому что есть логические ошибки или какие-то, мне так кажется, но я думаю, что это естественно. И внутри иудаизма, и как бы занимались ли им кто-то вне иудаизма. То есть в том, что вы читаете, допустим, как совершенное существо могло создать нечто несовершенное. Вот такой чисто такой вот теологический вопрос. Ну, я отвечу, это хороший вопрос, да, по поводу того, какое впечатление произвело произведение Саади на, так сказать, еврейскую культуру. Как я уже говорил, Саади, его революция, культурная была, как я это называю, оранжевая. Никто ему не возражал. То есть это было принято, вот все, что он написал, оно было принято как должное, и в каком-то смысле стало основой, если хотите, такой теологической мысли иудаизма. Потому что до этого мы же не можем опираться на Талмут, Талмут же как бы, ну, типа ни о чем не говорит, да, то есть там не на что опереться, да, то есть у нас нет какой-то картины. Здесь все по науке, да, вот так надо исследовать вот это вот. В данном случае пока мы читаем, что мы читаем ту часть, которая является тем, что можно было бы назвать теорией познания, да, прежде чем перейти к изложению каких-то, так сказать, предметов, да, то есть или каких-то тезисов, которые он будет доказывать. А какие он-то, если будет доказывать, что Бог един, что он существует, во-первых, да, что он существует, что он един, что он справедлив, ну и так далее. А и следствие из этого. Это все, как я уже говорил, коллаб, да. Но до Маймонида никто не критикует Саадю, никто с ним не спорит. Это принимается как должное, это принимается причем как некая еврейская традиция. И дальше, собственно говоря, после Маймонида, хотя Маймонид резко критикует Саадю, резко критикует Калам и говорит о том, что именно Саадя и вообще Гаоны повинны в искажении иудаизма. А он, собственно, Маймонид пришел исправить, я, правда, забегаю вперед, да. Так вот, до Маймонида нет никакой критики. Вне иудаизма, то есть… Иудаизма тем более нет никакой критики. Почему? Потому что Саадя пишет свое произведение на иудеоарабском. То есть это арабский язык, но записан еврейскими буковками, поэтому арабские коллеги прочитать его не могли. Так же, как и все остальные произведения еврейских авторов, но за редким исключением. То есть есть произведения, которые писались на арабском. Например, Шлома и Банквероль, о котором тоже будем говорить, у него есть произведение, написанное именно на арабском языке. Или, например, Маймонид, который писал тоже на иудеоарабском. В общем, какие-то фрагменты, по крайней мере, переводились на арабский язык из, так сказать, уважения к нему, которое каким-то образом проникло в среду арабоязычных мусульман. Но, в общем, можно сказать, что еврейская мысль в каком-то смысле развивалась герметично. То есть она, скорее, брала извне какие-то идеи, но критике извне не подвергалась, потому что, собственно говоря, это не могли прочитать. В общем, так было принято, то есть писать арабскими буквами из еврейского произношения. Наоборот, еврейскими буквами по-арабски, да. Нет, я не понял. Он пишет еврейскими буквами по-арабски. Да, это и есть иудеоарабский. Иудеоарабский язык – это арабский, написанный еврейскими буквами. Вот у меня вопрос. Перевод Торы, который сделал Саадик Аон, это перевод тоже на арабский, написанный еврейскими буквами? Да, да. То есть арабы не могли его читать? Это не для арабов? Не могли, не могли. А арамейский там был тоже перевод или не было? Только прямой арабский? Арамейский перевод, конечно, был. Арамейский перевод был раньше. Есть перевод Онкелуса, есть перевод Кузеля. Тора переводилась на арамейский язык до Саади. Но перевод Торы до Саади, в общем-то, почти всегда воспринимался, ну, драматически, по крайней мере, если не трагически. То есть по поводу перевода на греческий у нас есть в Талмуде замечание, что это просто вся вселенная с отрислайсом и так далее. Но есть пост даже, да, по сей день постимся в силу того, что Тора была переведена на греческий. И одна из причин, да, по 110-го Тивета, это что Тора была переведена на греческий язык. Арамейский язык тоже в Талмуде говорится о переводе Онкелуса. И, ну, так, да, то есть это такая вещь неочевидная. А Саади, ничтожит сумняшись, переводит на арабский язык почти все писание. И как бы норм, да, никто, опять же, не возражает, никто не сопротивляется и так далее. Это связано с его, как я уже говорил, с его как бы политической ролью. Сколько он гавон, глава поколения. Но все воспринимают, ок, да, то есть, ну вот, да, теперь у нас есть удаизм. То есть те незначительное, наверное, число, как бы, интеллектуалов еврейских, которые читали, ну, например, Караим. Караимы, понятно, что и критикуют, да. То есть споры Караимов и Саади, безусловно, есть. Караимы критикуют. Они как раз могут читать еврейскими буквами, да. И между ними существует полемика. Но эта полемика, она связана в основном, конечно, только с Устной Торой. Сейчас мы увидим как раз, как бы, заявку Саади, которая подвергается максимальной критике со стороны Караимов. Но те, кто читал, как бы, произведения арабских авторов, вот так вот подробно, да, их, в общем, незначительное число. Ну вот один из них, это Маймонит, как раз, который, в общем, принадлежал скорее к направлению аристотеликов. Я поэтому столь часто говорю про аристотелика, когда мы читаем Саадию, по ходу дела. И который подверг, мы как раз будем тоже читать, как Маймонит критикует Калам в принципе. Он не говорит про Саадию ничего. Он не говорит, что Саадия такой, сякой и так далее. Но на самом деле можно понять, что он говорит именно про Саадию. То есть это критика, критика не просто мусульманского Калама, а критика в основном как раз именно Саади. Но на этом пришлось подождать до XII века, пока такого рода критика внутри иудаизма возникла. А до этого, да и после этого, в силу того, что Маймонит сам оказался фигурой не, так сказать, не мейнстримовской, что ли, да. Мы тоже об этом подробнее будем говорить дальше. Поэтому вот эти идеи Саади в каком-то смысле, в некотором, может быть, переработанном виде, они продолжали существовать на протяжении средних веков. Иудаизм, заданный Саади, иудаизм, он как бы и воспринимался как своего рода ортодоксальный иудаизм. И который, еще раз подчеркну, радикально отличается от Таламадического. Один вопрос. Ни христиан, ни арабов он не интересовал, короче говоря. Они не пытались даже. Нет, не интересовал, не пытались. Понятно. До перевода Саади в Туре, можем это правильно сказать, что арабы не имели представления, что написано в Туре? Не знаю, честно говоря, нет у меня ответа. Я не очень сейчас... Через греческий они могли знать, потому что греческий перевод был. Да, да. Я просто сейчас сходу не могу сказать, когда. То есть то, что арабы были знакомы на определенном этапе точно были знакомы с Писанием, это очевидно. Вот когда и как, при каких обстоятельствах, я сейчас затрудняюсь сказать. Но я могу проверить этот хороший тоже вопрос. Может быть, хорошо бы понимать, когда, собственно, арабская культура, когда мусульманская, я думаю, я познакомилась. В широком смысле, да. Достаточно широк. Запишу себе этот вопрос. Сейчас не могу. А если я не ошибаюсь, там даже к Мухаммаду присоединилось некоторое количество евреев. Они были знакомы с Турой. И даже есть такой жанр «Исра-Илият». По-моему, это когда... Да, да. Нет, то, что Мухаммад учился у еврейских пандрецов и как бы был знаком с Писанием, это понятно. Я поэтому говорю про широкое распространение. То есть, предположим, какой-то текст, который, ну, не знаю, арабские, мусульманские интеллектуалы читали как текст Писания. То есть, где этот текст, что это за текст? Когда он... Был ли он там на арабском языке? Ну, я сейчас затрудняюсь. Может, Марина, если вы знаете, то можно ответить на этот вопрос. Я сейчас не знаю, не помню. Поехали дальше? Ну, хорошо, завершив. По дополнению. Да? То есть, можно понять, что, в принципе, работы с Адди Гаона были направлены для выравнивания линии, чтобы караимы или приняли традиционный иудаизм, или отпали совсем? Ну, с караимов перетянуть на свою сторону, я думаю, что он понимал, что не удастся. То есть, это действительно довольно острое противостояние от того времени, да, начиная с 8-го примерно века между караимами и арабанитами. Караимские авторы раньше, чем Саадия, пишут сочинения теологические. Они раньше, чем Саадия, начинают интерпретировать Писание по тем методам, которым интерпретируется Коран. И Саадия действительно выравнивает, как вы правильно сказали, выравнивает линии. То есть, он говорит, и у нас все, типа, нормально. Но в этом смысле он им противостоит с помощью тех же самых орудий, из которых они стреляют. То есть, он просто вооружает раввинистический иудаизм всеми теми оружиями, которые используют караимы, и тем самым может этому противостоять. То есть, это помогло, помогло, и, видимо, собственно говоря, вот эта политическая задача была для него важнее, может быть, любых теоретических изысканий. Это создать вот такую, как я уже говорил, книжную полку произведений, которые, с одной стороны, являются произведениями раввинистического иудаизма и противостоят караимам, а с другой стороны, им не уступают ни в чем. Ни в плане методов интерпретации писания, ни в плане сочинения стихов, ни в плане грамматики, ни в плане теологии. То есть, все должно быть на высоком уровне. И он все это делает один. Удивительная вещь, но его плодовитость удивляет, но он все это сделал сам. Ну и в каком-то смысле, вот эта полка, она и есть. Человек подходит к книжному шкафу раввинистического иудаизма, и там все произведения садичек, кто же будет спорить. Вот он иудаизм. Потому что мы же не можем еще раз, то есть, из Талмуда невозможно извлечь ничего доктринального. То есть, невозможно извлечь какую-то концепцию. Невозможно извлечь то, что называется теологией систематической. Никак. То есть, например, есть такое произведение современное. Это Эфраем Орбаха, которое так и называется иммунот в деот шельхазаль. Или иммунот шельхазаль. То есть, по сути дела, он перефразируется Адюгаона и пытается сформулировать соответствующие темы, извлечь соответствующие темы из литературы. По сути дела, вот этот шаг такой, который Эфраем Орбах осуществляет, он очень острым образом показывает, как саадевская мысль проникла в иудаизм. То есть, как вот саадевская перестройка, скажем так, она стала мейнстрим. То есть, вот это и есть иудаизм. Вплоть до того, что Эфраем Орбах, который жил в 20 веке, он пишет книгу в которой пытается Талмуд подвести под вот эти самые концепции средневеково еврейской философии, которые возникли, собственно говоря, благодаря самому осадию. Хотя, на самом деле, это чудовищный анахронизм. То есть, нету этих идей. Ну, как нету? Есть, но есть разные. Есть то, есть другое, есть третье, но нет систематической теологии, нет. И поэтому попытка вычленить из талмудической литературы вот эту систематическую теологию, она на самом деле порочна. При том, что Эфраем Орбах это светило израильской науки и так далее, действительно, и эта работа является в научном мире уважаемой, основной, и до сих пор читаемой, ну и так далее, и так далее. При всем при этом, это уже моя точка зрения, при всем при этом это совершенно ошибочный ход, то есть это попытка привести то, что не сводимо к этому, то есть навязать некую схему или понятийную сетку, навесить на то, что, собственно говоря, не улавливается этой сеткой и не имеет к этой сетке никакого отношения. Но я же еще раз скажу, что это как раз подчеркивает вот этот глубинный плацдарм, который Саадия выстроил, и иудаизм стал восприниматься именно таким. Но мы не перешли к пятой части, да, у нас, давайте посмотрим здесь еще не так много, мы в следующий раз закончим. Мне кажется, введение это очень важно, мы его прочитаем до конца, после этого мы не будем, естественно, читать всю книгу верования и мнений Саади Гаона, может быть, выберем еще несколько фрагментов, чтобы почувствовать не только то, каким образом здесь, он задает метод, с помощью которого он будет работать, этот метод является методом, используемым в том числе в Каламе, так что в этом смысле здесь есть, правда, инновация, которая связана с устной торой, мы до нее не дошли, дочитаем, и дальше прочитаем еще несколько, буквально там три-четыре фрагмента из книги «Верово и не мнений», которые будут связаны с такими основополагающими концепциями Саади, и двинемся дальше, у нас еще есть немало переведенных на русский язык авторов, двинемся дальше. Ну, хорошо, до следующего четверга. Спасибо. Спасибо, Амба. Пожалуйста, счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok